Это спецвыпуск проекта МЧС. Мы в Республике Беларусь приехали вместе с делегацией главного управления МЧС России по Тюменской области. Основная цель визита – обмен опытом и участие нашей сборной в международных соревнованиях «Сильнейший пожарный». Первой точкой в плотном графике тюменской делегации стало торжественное открытие нового пожарного депо в Минске. Открывая подобные объекты, мы стремимся добиться только одного – быть вовремя там, где мы нужны, где нужна помощь оказать человеку, попавшему в беду. Быть оперативными, смелыми, умелыми, подготовленными. После торжественного открытия части состоялась символическая церемония закладки капсулы с посланием потомкам и открытие памятной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны Владимира Герасимовича, 23 года, прослужившего в пожарной охране. А это уже Минская пожарно-аварийно-спасательная часть номер 23. Она появилась в 2019 году в жилом районе Каменная горка, когда тот активно застраивался. В первую очередь мы заглянули в гараж. Пожарные машины на базе МАЗа. Кабина боевого расчета вмещает 6 человек. Оборудована всем необходимым для проведения аварийно-спасательных работ, как при дорожно-транспортных происшествиях, так и при пожарах. Истимость цистерны – 5 тонн воды. Все, как и в российских подразделениях, находится в постоянной боевой готовности. С гаража мы попадаем в административную часть здания. Здесь у нас много своих фишек. Технические помещения тоже в порядке. Рукавная база у нас, где хранятся порядка… На базе порядка 250 рукавов хранятся, остальные – на автомобиле. Все разложено по категориям и диаметрам. Рядом есть ремонтный уголок. Соседняя дверь ведет в отдельное помещение для сушки рукавов. Да, высоко, грузоподъемность. У него 300 кг. 12 рукавов можно повесить. То есть она механизирована, опускается сюда, спокойно перекидывается. Да, она механизирована. Все, то есть идет на три смены. На каждую смену идет свой таймфер работы. Также еще одно физу до. Все очень приятно. Установлен у нас свой компрессор по заправке баллонов. К слову, работы бойцам хватает. Профиль применения сил и средств, как и в России, обширный. Ликвидация пожаров, разбор ДТП, эвакуация, спасение людей и многое другое. Восстанавливают свое психологическое состояние огнеборцы в специальной разгрузочной комнате. 23-я по СЧ в этом плане особенная. Тут таких комнат сразу две. Биллиардная комната наша вторая. Психоразгрузочная, грубо говоря. Также сделано все своими руками. То есть даже поверху все бревна обжигали сами. Светильники из ГПСов. Ну, из купленного, грубо говоря, только стол и защитные решетки. К вопросу приема пищи местные спасатели тоже подошли творчески. Была задумка сделать помещение под кафе. Причем место для приема отдельное. Кухня сама по себе отдельная. Что есть на кухне? Плита есть, два чайника, две микроволновки, две вытяжки, два холодильника. А, ну и хлебница. Есть такое, но хлебница обязательно. Количество личного состава этой части 50 человек. Ежедневно на смену заступают до 15 спасателей. Мы вторая семья здесь. Проводим все-таки очень много времени на сутках. Также дружим и вне суток. Молодого сотрудника, если вот какой-то пожар, посвящаем, поливаем холодной водой. И неожиданно и после пожара, чтобы он, так сказать, влился и понял, куда он пришел, и что здесь он надолго и будет с нами нашей же семьей. У нас традиция, когда день рождения у людей. Тягаем за уши, там, поздравления, естественно, и человек приносит тортики. Дополнительные калории сжигаются в регулярных тренировках. Обязательный спортчас есть в расписании. Для этого есть зал, но он, как признались огнеборцы, сезонный. В основном зимой, летом мы на улице, на спорткомплексе, плюс площадка, стрит, футбол. Уличный комплекс установлен президентским спортивным клубом. Включает в себя все необходимое для тренировки личного состава. Напротив красуется учебная башня со скалодромом, и он там не для развлечения. У нас есть группы спасения на высоте, и они здесь отрабатывают свои навыки и усовершат все это. Правильный подход к саморазвитию позволяет действовать оперативно в любой ситуации, ведь основная цель работы была и есть – спасение жизней. Тюменская делегация Одной из точек остановки тюменской делегации стал Центр безопасности МЧС. Он открылся в 2021-м. Количество посещений исчисляются десятками тысяч в год. Сегодня три этажа здания, вмещая 37 интерактивных обучающих площадок. У меня на такое случение было в Турции, вот в начале прошлого года. Последствия землетрясения представлены по соседству. Перекошенное помещение с дополнительной реальностью учит правильно подавать сигналы спасателям. Впрочем, пробираться приходилось не только через завалы, но и сквозь сильный ветер. Делать это нужно тоже правильно. Особое внимание в центре уделяют дорожной безопасности как пешеходов, так и водителей и пассажиров на авиа, ЖД и автотранспорте. А это симулятор переворачивания автомобиля в момент ДТП. Заодно и проверим ремень безопасности в действии. Поехали. Скорость переворота не самая реалистичная, но именно так можно успеть оценить весь спектр ощущений в моменте. Еще одно доказательство необходимости пристегиваться в автомобиле. Ощущения не самые приятные, но ремень меня удерживает. Ох, да, перед этим, конечно, лучше не есть. Конечно же, есть локации, посвященные пожарной безопасности. Это имитация задумленного помещения коридора. Наша задача не снова выбраться. Ориентируемся по местам. Громкие звуки, повороты, тупики, преграды, видимость минимальная. Камера не передает всей атмосферы. Для простого человека вроде меня самое правильное действие в этой ситуации быть максимально близко к полу, там меньше дыма. И двигаться, ориентируясь по эвакуационным табличкам. Все показать за раз невозможно. Таких центров в Беларуси несколько. Кстати, графики посещения расписаны на месяцы вперед. Ведь по данным статистики число жертв среди населения, знающего и умеющего правильно действовать в экстремальных ситуациях, на 35-40% меньше. Но если образовательный центр рассчитан на обычных людей, то вот филиал Институт при подготовке и повышении квалификации Университета гражданской защиты МЧС Беларуси уже для профессионалов. Есть все условия для проживания, питания и обучения. Как теории, так и практики. Ежегодно здесь проходит подготовку более 5000 слушателей по различным программам. И это не только пожарные спасатели. В рядах курсантов регулярно присутствуют сотрудники авиакомпании Беларуси. На территории есть несколько самолетов для отработки разных чрезвычайных ситуаций. Как должен действовать экипаж в случае разгарметизации, как в случае облома шасси, как должен успокоить, скажем, пассажиров, как вести себя, определить порядок эвакуации в случае нештатной ситуации. Задавляем. Для усложнения обстановки в момент обучения фюзеляжу можно задать крен вправо или влево с помощью внешнего привода тренажера. Свет выключаем, стробоскопы. И здесь все это записывается на видео, опять же, для отработки. Как правило, проводят занятия наш специалист с привлечением специалиста авиакомпании. Все обучение идет на английском. Есть место в зоне авиации и для огнеборцев. Подготовка к тушению требует определенной сноровки. По прибытию для тушения они должны пробить корпус для подачи гнетушащих средств. Вот представлен такой макет. Он раз в год примерно меняется, но вот эти действия должны пробить. Есть специальные стволы пробивные. И опять же, должны понимать, куда надо целиться. С 2023 года институт функционирует как международный центр подготовки спасателей пожарных. За последние годы здесь прошли обучение больше 7 тысяч иностранных специалистов из 79 государств. В целом, отработка практических умений и навыков проведения аварийно-спасательных работ осуществляется на 28 учебных площадках, позволяющих моделировать широкий спектр чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Практические занятия по ликвидации возгорания на железнодорожном составе. По технике безопасности мы переоделись в боевую одежду пожарного, хоть это и тренировка, температура горения покрышек достаточно высокая. Звено активно приступает к тушению с помощью пены. Вообще, командование отмечает 4 самые популярные площадки. Авиа и ЖД уже видели. И еще две. Это площадка ликвидации ЧАЭС на технических установках и на объектах газоснабжения, а также площадка радиационной, химической и бактериологической защиты. Минск отметил День города. Одной из тучек притяжения стала спортивная площадка, где состоялись международные соревнования сильнейшей пожарной. Российскую Федерацию представили сборные Тюменской области и Санкт-Петербурга. В условиях жесткой конкуренции они состязались со спасателями Республики Белоруссии и Вьетнама в категориях индивидуальные забеги, тандем, тандем-микс и командная эстафета. Всего 12 команд. Преимущественно в этом виде спорта участвуют мужчины, но выполняют по-настоящему сложные упражнения и девушки. Это, наверное, уровень роста. Вот и все. В обычной жизни каким спортом занимаешься? Плавание, кроссхит, что еще? Бег. Испытания для всех категорий одинаковые. Это подъем на четвертый этаж башни с рукавным скатком. Уже наверху с помощью троса поднять еще один вес каждого 20 килограммов. После участник должен спуститься вниз. Там ждет специальный тренажер, где с помощью кувалды необходимо сместить балку. Далее пожарный слалом. Бег змейкой между огнетушителями, протяжка рукава с водой и поражение мишени из ствола. В финале необходимо перенести условного пострадавшего весом 80 килограммов до финиша. Мы готовились полтора месяца. Мы отрабатывали основное забегание на башню, отработка веревки и как раз таки вот этот вот самый станок. Скоординировали действия и получилось выполнить результаты гораздо лучше, чем я ожидал. Давай, 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 давай! Все упражнения несут прикладной характер и ориентированы на те действия, которые выполняют пожарные спасатели во время работы. Тут, видите, уровень совсем другой, скорость от всем другие. Вот и все. Конечно, из этого нужно выбирать опыт, практику, опыт. Все равно как бы с каждым годом мы время свое улучшаем. Примечательно, что организаторы подготовили еще одну похожую мини-площадку по соседству, но уже для юных зрителей, которые могли под присмотром инструкторов познакомиться с пожарным делом, выполнить испытания и получить подарок. Хотя эти акции направлены не только на, к примеру, там, только детей. Мы работаем с пенсионерами, мы работаем с одинокопроживающими, мы работаем с студентами, потому что это тоже молодежь, которую порой надо обучать. Мы покидали республику с чувством выполненного долга. За несколько дней успели проникнуться гостеприимством и открытостью белорусских спасателей. Надеемся, что обмен опытом поможет стать чрезвычайным ведомством братских народов еще надежнее, оперативнее и профессиональнее. Редактор субтитров А.Семкин